Амрод, пенсиях и медицине Путин провел встречу с общественниками. Амрод, пенсиях и медицине Путин провел встречу с общественниками. 16.35.22 января 2020 года, обновлено. 16.40.22 января 2020 года. РИА Новости, Сергей Мамонтов. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района. РИА Новости, Сергей Мамонтов. Москва, 22 января Новости. Президент Владимир Путин провел встречу с общественными деятелями в Липецкой области. Он рассказал о преобразованиях в социальной сфере, а также планах по развитию в сфере здравоохранения. Ключевые заявления в материале РИА Новости. О составе потребительской корзины. Путин отметил, что структура потребительской корзины нуждается в пересмотре. Там, ну скажем, не помню, в каком процентном соотношении, картофель, жиры и прочее-прочее, хлебобулочные изделия большую занимают часть, а вот овощи, фрукты, особенно их маловато, и рыба и мясо в этой корзине не занимают должного места, заявил он. О мрот и пенсиях. Глава государства объяснил, почему предложил отразить в Конституции, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше, чем прожиточный минимум. Потому что если мы это сделаем, если вот в ходе всероссийского голосования люди поддержат эту поправку, тогда никто уже не сможет в будущем, ссылаясь на текущие проблемы с бюджетом, и ссылаясь на то, что у нас есть какие-то другие более важные приоритеты, не исполнять эту норму. Вот тогда это будет очень жестко, рассказал Путин. 12.42 послания президента России Федеральному собранию. Клишас, поправки к Конституции обеспечат социальные права граждан. По его словам, это также относится к индексации пенсий. Но если в Конституции будет записано, что индексация ежегодная обязательно, тогда от этого никому никуда нельзя будет деться. Это вторая норма, которую я предлагаю перенести в основный закон страны. Индексация должна быть произведена в соответствии с Конституцией, на регулярной основе ежегодно, отметил президент. О модели управления Россией. Я думаю, что для России с ее огромной территорией, с многоконфессиональностью, с большим количеством наций, народов, народностей, проживающих на территории страны даже не посчитать, кто-то говорит 160, кто-то 190. Понимаете, нужна все-таки крепкая президентская власть, сказал глава государства. Путин добавил, что формы парламентской республики в мире достаточно распространена. Вчера, 22.33. Кто остался? Кто пришел? Новые лица правительства России. Возможно ли это применение у нас? Теоретически возможно. Целесообразно или нет? У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет, заявил Путин. Объясняя свою точку зрения, глава государства указал, что для эффективного функционирования парламентской республики нужно, чтобы политическая структура имела давнюю историю. Например, в Европе некоторые партии существуют столетиями. А у нас, как правило, партия связана с конкретным человеком. Самый яркий пример в нашей стране Владимир Вольфович Жириновский. Есть Жириновский и есть ЛДПР. Нет Жириновского. Сама идея либеральная, она хорошая. Но сможет ли партия так функционировать без своего лидера? Трудно сказать. Но нам лучше не экспериментировать, уверен Путин. О реализации мер из послания Федеральному собранию. Глава государства заявил, что на это предусмотрены большие деньги, их необходимо расходовать с умом. В частности, речь идет об организации горячего питания в школах. 13.12 Послания президента России Федеральному собранию. Путин призвал не растягивать время при реализации послания. На встрече Путину предложили поднять планку ответственности за нарушения при поставках питания в школы и поручить правительству предусмотреть обязательный предварительный фильтр поставщиков, лабораторное исследование на качество, дисквалификацию недобросовестных поставщиков при заключении госконтрактов со школами. «Я полностью согласен с тем, что вы сейчас сказали. Вот эта мера, о которой вы сейчас сказали, а я говорил об этом в послании, она никогда у нас не осуществлялась в таком масштабе, о котором мы сейчас говорим. Я хочу, чтобы это было для всей страны, для всех детей, и, конечно, оно, питание РЕД, должно быть качественным. Это совершенно очевидно», сказал президент. О поддержке здравоохранения. Путин заявил, что первичное звено здравоохранения обновлялось дважды, но оно находится в плачевном состоянии из-за разрозненности между муниципальным уровнем управления и государственным. Глава государства пообещал, что преобразования в этой сфере продолжатся, и на это будут выделяться деньги из федерального бюджета. 15-16. Путин оценил идею привлечь частные медорганизации в первичное звено. «Когда этим занимаются, делают это с душой, конечно, им за это большое спасибо», сказал он. Кроме того, к осени правительства представят предложение по тиражированию опыта комплексной системы поддержки и помощи пожилым людям-инвалидам. Он добавил, что отношение к старшему поколению является значимым показателем зрелости общества. Глава государства также напомнил басню Льва Толстого, в которой дедушки не позволяли есть за столом, отправляя его питаться во двор. Потом родители, видя, что их ребенок что-то мастерит, спросили, что это. Ребенок ответил, «Готовлю вот лоханку для вас, вы, правда, старые будете». После этого дедушку стали сажать за стол, как мы помним, отметил Путин. О группах смерти в соцсетях. Глава государства заявил, что не мог поверить в существование людей, заманивающих молодежь в группы смерти в соцсетях. По поводу этих групп смерти, просто потрясающе, как это. Что за уроды? Откуда они берутся? Молодых людей втаскивают во всякие суициды и так далее. «Я когда впервые с этим столкнулся просто рот и глаза открыл. От удивления», сказал Путин. По его словам, как только полиция выявила организаторов этих групп, они сильно испугались. «Знаете, мразь такая, вот пришла к ним полиция сразу чуть в штаны не наложил в буквальном смысле этого слова, как понял, что дорога ему за решетку. Вот такая мразь этим занимается», отметил он. Путин поддержал предложение представителя волонтерского движения по поиску пропавших детей и необходимости разработки учебников для младших и старших классов по безопасности. Надо детей защищать, причем разных возрастов, и подростков, и совсем маленьких, которые только в школу пошли. Должны педагоги поработать над такими если не учебниками, то методическими указаниями. Здесь нужен комплексный подход, специалисты разных направлений, но прежде всего, педагоги и детские психологи, добавил президент. Он пообещал подумать о мерах защиты ДТ и поговорить об этом с министром просвещения Сергеем Кравцовым.